Китаянка думала, что купила щенка, но поняла, что что-то не так, когда он напугал всех местных собак. Появление в доме долгожданного питомца – это приятное событие, которое, казалось бы, ничто не может омрачить. Однако, как убедилась одна жительница Китая, даже такая радость может смениться грустью, если животное окажется не тем, за кого его пытались выдать продавцы. Так, когда госпожа Ван купила, как ей казалось, щенка японского шпица, она была безумно рада. Еще бы, собачка обошлась ей почти в 12 тысяч рублей. Но со временем восторг сменился на удивление, ведь питомец начал вести себя чертовски необычно. Госпожа Ван из китайского города Цзиньжунь купила щенка в местном зоомагазине в июле прошлого года. Она кормила питомцев фруктами, куриными грудками и собачьим кормом, от которого щенок начал отказываться, когда ему стукнуло три месяца. Позже в поведении шпица начали проявляться и другие странности. Питомец, например, так ни разу и не залаял и со временем отрастил мех, который казался слишком густым и длинным даже для шпица. Да и длина хвоста животного показалась хозяйке очень даже подозрительной. Несмотря на все эти тревожные звоночки, госпожа Ван продолжала верить, что ее питомец собака. Вскоре шпица начали бояться другие собаки в парке, и тогда хозяйка просто начала выгуливать его на поводке. Однако другие владельцы начали говорить Ван, что ее питомец совсем не тот, за кого себя выдает. Тогда Ван решила обратиться в зоопарк, где ей и рассказали, что ее шпиц на самом деле – песец. В итоге Ван решила оставить питомца в зоопарке, где ему подберут более подходящую диету и среду обитания. Кроме того, со временем песец вырастет еще больше и обзаведется весьма неприятным запахом, что помешало бы содержанию животного в квартире. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете много интересного.